Ричард Брэнсон. Этот британский предприниматель считается одним из самых богатых жителей Туманного Альпиона, а его состояние оценивается в 5 лишним миллиардов долларов США. Более того, у Брэнсона даже есть собственный остров. Откуда столько денег? Все очень просто. У него есть собственная корпорация, Virgin. А в эту корпорацию входит множество компаний. Мне стало любопытно, какими советами Ричард Брэнсон, этот преуспевающий предприниматель, мог бы поделиться с обыкновенными людьми, вроде меня или вас. Оказывается, есть ответ на этот вопрос. Книга Ричарда Брэнсона «Мои правила», в которой он делится некими инструкциями, да и просто правилами из своей жизни. А какое впечатление на меня произвела эта книга? Узнаем прямо сейчас. Друзья, но перед тем, как перейти к озвучиванию моих впечатлений от книжки Брэнсона, позвольте небольшое количество промо-материалов. Все дело в том, что 27 и 28 ноября этого года в Москве в спорткомплексе Олимпийский будет проходить Синерджи Глобал Форум. Это мероприятие, которое я сам собираюсь посетить. Чем оно меня заинтересовало? Разумеется, количеством и качеством спикеров, которые там будут выступать. Это и Владимир Познер, и Насим Талеб, и Герман Греф, и Ник Вуйчич, и Оливер Стоун. Помимо этих деятелей, которых я уже озвучил, будут и другие всемирно известные эксперты в своих областях. А вместе с тем хедлайнером мероприятия Синерджи Глобал Форум выступит сам сэр Ричард Брэнсон. Если вы хотите ко мне присоединиться, потусить на этом ивенте, немножко понетворкать, и, разумеется, послушать, что могут нам рассказать одни из самых ярких современных публичных деятелей, смело проходите по ссылочке в описании, регистрируйтесь на форум, и увидимся прямо там. К слову, для студентов там сделали годную скидку. Обязательно зацените. Ну, давайте, наконец, о книжке. Начнем с общих, и они достаточно позитивные. С самых первых страниц складывается ощущение, что внутри пробуждается некий моторчик, который сподвигает тебя к тому, чтобы пробовать некие новые штуки в своей нише, думать над приложением собственных сил и так далее, так далее, так далее. По сути, сама книга представляет собой рассказ о правилах, да, вы не поверите, о правилах и инструкциях, которыми руководствовался сэр Ричард Брэнсон в рамках построения своей этой империи, да, в которую столько компаний входит. Он рассказывает занимательные случаи, которые с ним приключались во время поиска новых сотрудников, выхода на новые рынки, выхода на новые ниши принципиально, да, то есть одно дело, когда у тебя есть уже несколько авиакомпаний, и ты ищешь для себя возможность в новой стране, да, найти себе аэропорты, локации, сами самолеты и прочее, но совсем другое дело, когда есть ниша, в которой ты особо не смыслишь, и со всей резкостью и рискованностью ты берешь и за нее, за эту нишу принимаешься. Вот про уроки, которые он вынес из подобного опыта Ричард Брэнсон и рассказывает в своей книжке. Теперь давайте немножко про стиль повествования. Описать его можно одним словом. Легкий. Читается совершенно без труда, а достигается этот эффект за счет применения нескольких приемов. Во-первых, это шутеечки. Во-вторых, это использование для иллюстрации примеров различных таких медиа-явлений, в чем-то, ну, если не мемов, да, в их современном понимании, так хотя бы отсылок к книжкам, отсылок к сериалам, в частности британским, и просто, повторюсь, всяким медиа-каким-то идеям. В-третьих, это использование цитат известных исторических деятелей, будь то Уинстон Черчилль, будь то Конфуций, будь то Паскаль. В-четвертых, это истории самого Ричарда Брэнсона, да, куда без них он, повторюсь, рассказывает свой путь. В-пятых, это истории других компаний, ну, разумеется, про кодок он упоминает, про кодок сейчас вообще, мне кажется, очень многие те люди, которые пишут про бизнес, упоминают, да, их печальную историю. В-шестых, это, пожалуйста, пословица, он еще и пословицы использует для того, чтобы воспринималось особенно легко. Но что я хочу вам заметить, дорогие мои друзья, все вот эти вот шесть пунктов, они позволяют обеспечить легкость восприятия текста, а перевод, он сумел эту самую легкость, насколько я понимаю, сохранить. Как-то так. Теперь давайте этакими, не знаю, кляксами в каком-то смысле расскажу вам отдельные темы, которые Ричард Брэнсон то тут, то там поднимает в своей книге. И первая тема, она в первых главах особенно хорошо видна, это его благодарность родителям. И он озвучивает идею того, насколько сильно все-таки влияют на нас наши папы с мамой, когда мы растем. В качестве примера Ричард Брэнсон, разумеется, свою маму приводит, и она сама была предпринимателем. И, наверное, еще и есть предприниматель. Предполагаю, она еще жива, дай бог ей долгих лет. И он рассказывает о том, как она вложила в него вот это вот какое-то предпринимательское, может быть, чутье. И он очень благодарен своим родителям за то, что они своего сына поддерживали. Еще одна клякса это благотворительность. И помимо прочей деятельности, которой вот в этой сфере занимается Ричард Брэнсон, я бы хотел отметить тот факт, что он старается брать в определенные подразделения своих компаний тех людей, у которых есть судимость. Почему он это делает? Все дело в том, что человек, единожды получивший судимость, испытывает определенные трудности с тем, чтобы получить нормальную работу. У него это не получается, он попадает в замкнутый круг, снова совершает преступление, потому что не в состоянии стать нормальным членом общества. Попадает в тюрьму, выходит из тюрьмы, а время там, между прочим, идет. Выходит из тюрьмы, он пытается каким-то образом снова стать частью общества, опять его никто не берет, опять тюрьма, и так снова, 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 повторюсь, и замкнутый круг. Ричард Брэнсон старается на меру своих сил с этим бороться, и это, по-моему, очень-очень круто. Клякса номер три, уже некая такая инструкция, да, довольно любопытная она мне показалась. Миссия компании, о которой так часто любят говорить в стартапах, да и не только, она должна быть либо лаконичной и оригинальной, либо от нее лучше вообще отказаться. Так считает Ричард Брэнсон, он популярно объясняет свое мнение, и, наверное, я с ним соглашусь. Ну и еще одна такая кляксочка, это идея о неслучайности удачи. Тоже здесь я полностью с Ричардом согласен. Он говорит о том, что удача появляется в том случае, когда вы много работаете, много трудитесь, нарабатываете себе опыт, и этот опыт позволяет удаче реализовываться. Опять-таки, поспорить довольно трудно, хороший совет, меткая, верная клякса. И я надеюсь, вот эти вот несколько идей помогли вам лучше понять, о чем идет речь в книжке. Теперь же, позвольте мне озвучить две идеи, которые мне понравились особенно в этом произведении. В принципе, так или иначе, я их все встречал, но мне понравилось то, как их раскрыл Ричард Брэнсон. И просто мне хочется этими идеями с вами поделиться. Идея номер один. Старайтесь быть однозначными, что в письме, что в устной речи. Это все отсылает нас к Максиму Ильяхову, его инфостилю, книжки «Пиши, сокращай», которую я очень люблю. И здесь мы должны понимать, что как только вы научитесь быть однозначными, вы уменьшите лишнее время, уменьшите количество времени, которое ваши слушатели или ваши читатели тратят на то, чтобы понять, что вы имеете в виду, плюс уберете некий информационный шум, который, опять-таки, сократит время, все будет делаться быстрее, все будет понятней, и качество коммуникации будет в целом выше. Поэтому как во время речи нужно стараться говорить максимально, однозначно, так и во время письма нужно говорить и однозначно, и лаконично. А если вы не готовы пока что взять и применить инфостиль в своей жизни, ну, может быть, формулировка ваших мыслей, она немножко такая мутная. Пункт номер два. Это про желание и возможность и умение слушать и слышать собеседника. Ричард говорит о том, что когда вы общаетесь с человеком, нужно отдаваться этому процессу полностью. Я с ним здесь, опять-таки, полностью согласен, и мне понравился его такой пример или иллюстрация, да, что с по-настоящему грамотным слушателем вы вот садитесь, и вы проговорите с ним 25 минут, вы будете говорить, а он там 5 минут всего лишь будет слушать, но вы уйдете с ощущением, что вот этот человек, он прекрасный собеседник. Просто потому, что он позволяет вам выговориться. Поэтому это очень полезный и очень важный в наше время навык, и, к слову, о нем я немножко пишу в своей грядущей книге, о которой, кстати, скоро ждите видеоролик. Ну что же, книжку я похвалил, давайте я немножко такой нагоняю, устрою два момента, которые мне, соответственно, не понравились. Во-первых, это то, как в блоке про одну из своих компаний, да, Virgin Hotels, проявляется попытка будто бы продать, вот я не знаю, то ли туры до этих отелей, то ли просто дни и ночи проживания в них. Настолько он вот прям включает продажника Ричард и говорит, вот посмотрите, как здесь хорошо, как здесь прекрасно, и здесь теряется, может быть, некая скромность, проявляется гораздо больше попытки, вот, вот, вот возьмите, вот посмотрите, какие мы крутые, какие мы классные, а это всегда отталкивает, когда подается под каким-то соусом неумеренности. Пункт номер два, который мне не понравился, это призыв, если вы сохраняете некий текст, да, делаете заметки, и с этим призывом все в порядке, дескать, заносите эти заметки в блокнот. Ну, по-моему, это какая-то архаика, простите, на дворе 2К17, и действительно использовать блокноты, ну, друзья, на самом деле. О чем мы говорим? Мне кажется, гораздо правильным было бы прямо, прямым текстом говорить про использование как мобильных телефонов, ну, в частности, просто мобильных телефонов, потому что есть те же Evernote, тот же Google Keep, тонны других заметок, тонны других, простите, приложений для заметок, ну, а про сами блокноты, если и говорить, то как такой не самый распространенный частный случай. Итак, друзья, давайте подводить итоги. Я лично, персонально могу рекомендовать книжку Ричарда Брэнсона «Мои правила» как тем людям, которые начинают процесс предпринимательской деятельности, как они вот становятся, да, не начинающие предприниматели, так и тем людям, которые продолжающие предприниматели, чтобы завести свой внутренний моторчик. И точно так же я могу порекомендовать эту книжку банальным функционерам, не знаю, менеджерам среднего звена, просто, может быть, людям, работающим в сфере некой, не являющимся, знаете, владельцами бизнеса, но просто работающими на дядю, потому что, ознакомившись с рядом принципов, по-настоящему полезных принципов, которыми делится Ричард Брэнсон, вы сможете, ну, не знаю, выйти с какими-то предложениями для своего руководства, чуть больше себя смотивировать на большую результативность, и за счет этого просто будете, может быть, больше получать удовольствие от работы. Так что рекомендую книжку Ричарда Брэнсона «Мои правила», здесь вопросов никаких нет. Ну, а перед тем, как закончить этот видеоролик, позвольте, друзья, еще один призыв к действию, да, call to action. Повторюсь, я буду 27-28 ноября на мероприятии под названием «Синерджи Глобал Форум». Он пройдет в Москве, и если вы хотите там со мной увидеться, если вы хотите послушать Насим Талеба, Германа Грефа, Оливера Стоуна, Владимира Познера, Ника Буйтича, кого-то еще из клевых спикеров, которые заявлены в программе, пожалуйста, пройдите по ссылочке в описании и зарегистрируйтесь. Будет очень приятно с вами там увидеться, и, пожалуй, на этом все. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, знали ли вы до просмотра этого видеоролика вообще что-то про Ричарда Брэнсона, читали ли вы какие-то из его книг, если да, какое впечатление эти книжки на вас произвели. Ну а у меня все. Получайте знания и делитесь ими. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok